Слава Украине! Привет всем от Полонского к нашей любимой рубрике. Наша любимая рубрика, само собой разумеется, потери российско-фашистских войск в Украине. Давайте посмотрим, сколько их там за вчерашний день накандропупили. И отправили, как говорится, прямым курсом на палубу русского военного корабля, который теперь подводная лодка. Ну да. Прежде всего давайте посмотрим, где это происходило и при каких обстоятельствах. Ну, начнем с Бахмута, потому что под Бахмутом сейчас наиболее интересные вещи. Есть такой населенный пункт Клещеевка, который расисты очень сильно обороняли. Ну, я не могу сейчас что-то там конкретно говорить, но я вам скажу одно. В Клещеевке у них все пошло не так и все произошло не так, как они хотели, а с точностью до наоборот. Потери они там понесли до и больше. Да. Также наши продолжают отрабатывать район вокруг Солидара. Вы видите, а Солидар будет освобожден точно так же к Бахмут. То есть, когда туда приходили расисты, они думали, что это вот мы тут навсегда, мы тут уже останемся. Ну, очень скоро они уже понимают, что это не так. Потому что в Солидаре они в том же самом, да, ни одного дня спокойно не сидели. Их там кондропупили с утра до вечера, а потом с вечера до утра. И там у них все плохо. Также у них все абсолютно отвратительно под Углидаром. Помните, как они бойко-бойко на Углидар наступали? Там больше ста единиц техники за один день наложили. Было дело, да? Вот, кстати, часть этой техники перешла на сторону Добра, на сторону Украины. Вот. Ну, а сейчас уже все обратилось в другую сторону. И они отступают, они отступили от Углидара. Не буду говорить на сколько, но отступили. И те же карты Дипстейта уже показывают, что Углидар, ну, я не скажу, что он в тылу, конечно. Нет, конечно. Но это уже не фронтлайн. Вот выразимся так. Наши отодвинули их и отодвинули капитально. Продолжается наступление на Запорожском фронте. Там у расистов все плохо подработано. Больше сказать не могу. Также Старомайорская. То же самое. Они его пытались отбить. Но все пошло не так, как они хотели. И, собственно говоря, потери несли там. Также они пытаются снова атаковать Подсватова. Провели там ротацию. Привезли много пушечного мяса. Ну, мясо, как ходит в атаку, так в основном и остается на поле в виде уже, сами понимаете, чего. К чему дико и несказанно рады наши червяки, лисы, койоты, шакалы и так далее. Койоты это уже не у нас, но не важно. Все равно все рады, да. За вчерашний день у Кондропуплина 620 путирастов и общее количество путиноидов, которые остались в Украине, пришли сюда с оружием. Но что-то пошло не так. Так, составляет 247 тысяч 850 голов. Не слабо так, да. За вчерашний день было отправлено в металлолом 7 путинских танков. Так, за один день только. Это при всем при том, что они в лучшем случае штук, не знаю, штук 15-20 в состоянии возобновить в месяц танков. Это не новые танки. Это новые. Они вообще там делают по 2-3 штуки в месяц. А вот эти вот, Т-55, Т-62, ну то, что у них там на складах горы металлолома, там их горы. Ну вот они их пытаются каким-то образом там возобновлять, но речь идет о десятках танков, а они в месяц теряют сотни. То есть у них вот так вот вниз идет, это кривая, количество танков боеспособных. Ну а на складах-то их 100-500 миллионов, а толку. Это металлолом. Да, всего 4224. Такая же точно картина с броневиками, ну правда там есть поновее у них, но их тоже почти все сожгли. 21 штука за вчерашний день набили. Это много, это выше среднего. Всего 8234 путинских броневиков, как рякнулось. Дальше. 26 пушек и артиллерийских установок САУ уничтожено за вчерашний день. Это реально много. 4892 штуки всего. И 4 установки РСЗО. То есть ракетных систем заплыва огня. Всего 704 штуки. Также было уничтожено 2 средства ПВО. Всего 465. Интересно. Когда они потянут, я думаю, что еще несколько прилетов по Москве. Беспилотников. И они потянут с фронта. Потому что на фронте что там, пушечное мясо. Им наплевать, сколько их погибнет. Я имею ввиду Путина и его комарилью. Им наплевать, сколько там солдат прикопается на фронте. Для них они просто мусор. А вот обитатели Москва-Сити, у которых там очень много денег. Вот те люди. Те, конечно, люди. И тех надо защищать. Тем паче там же говорят, путинские дочки живут. Ну, наверное, уже вывезли их оттуда. Но, тем не менее. Так что, я думаю, что скоро очень у них будет нарисуется еще одна проблема. Они все средства ПВО перетянут под Москву. Защищать Рублевку. Защищать вот это вот Москва-Сити. А на фронте у них будут дыры. Потому что, а где им брать новые средства ПВО? Их-то в лучшие годы они могли производить там поштучно. А сейчас, сами понимаете. Самолеты вертолета. Значит так, два средства ПВО всего 465. Самолеты вертолета. Остались предыдущие значения 315, 311. Также уничтожено было 35. Это вчерашний день. Без пилотников. Различных типов. Там много шахедов было. Всего 4077. Также вчера был урожайный день на автотехнику. То бишь, было уничтожено 23 грузовика и автоцистерны. Всего 7372. И 3 единицы спецтехники. Это командно-штабдепунты. Это рэбы всяческие и так далее. Очень дорогие вещи. Стоимостью десятки миллионов долларов. И самое главное, очень тяжелое их производство. Долго производить. Такая же ситуация, как и с системами ПВО. Всего 721 штука. Если брать в общем и целом, наши продолжают наступление. Рашисты продолжают пятиться назад. Каждый день нет ни одного практически участка фронта, кроме Луганской области. Где бы они ни пятились. Пускай на 100 метров. Пускай одну посадку, но сдадут. И они идут назад, назад, назад. Наши продолжают наступать. Так что подождем немножечко. Украина будет освобождена от расистской нечисти.